Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Другое дело, что те, кто верят в Господа Иисуса Христа и кто любят Господа Иисуса Христа и хочет быть с Ним, тот, конечно, знает, что церковь — это одна семья с Богом, именно с Иисусом Христом. И что внутри церкви совершаются таинства, которые вне церкви не совершаются. Таинства — это те действия, которые и делают нашу жизнь с Богом совместной. Смотрите, как пишет у нас апостол Лука. «Итак, вынимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, постит Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею». То есть церковь — это не некий концерн. Церковь — это, если так можно сказать, собственность Господа Иисуса Христа. Главой церкви является Спаситель Христос. И тот, кто хочет быть со Христом, посредством таинств, крещения, покаяния и, самое главное, причастия, соединяется со Христом. Человек, который любит Христа и считающий, что можно со Христом иметь совместную жизнь вне церкви, глубоко ошибается. Потому что сам Христос сказал «Соди жду церковь мою, и врата ада ее не одолеют». Вне церкви спасений не существует. Так что, если вы к церкви относитесь как к месту, где можно зайти, поставить свечку, или взять святой водички, или покрестить своего ребенка, не понимая, зачем это нужно, то понятно, что для вас церковь — это правда какое-то место непонятное, ненужное, какой-то паразит, я бы сказал, на теле нашей земли. Но если все-таки вы начнете читать Евангелие, если вы захотите по-настоящему жить по Христовым заповедям и познакомиться со Христом, тогда я уверен, что вы просто не сможете жить без церкви, и церковь будет самым родным и самым дорогим, что есть в вашей земной временной жизни. Моги Господь!